Если есть опасения, что будут проблемы с ЖКТ, назначаю ферлатом фол. Ни разу не встречала жалоб на плохую переносимость этого препарата. Насколько я помню, он тоже как тотема, это раствор для приема внутрь. И, по-моему, даже содержит чуть меньше, чем тотема, одна ампула, одна единица, по-моему, 40 даже миллиграмм. Ну, то есть здесь это повторение вопроса о том, что нет никаких предпочтений ни жидким формам, ни формам, содержащим совместно фолиевую кислоту. Ну, я бы еще съязвил на тему, что если переносимость хорошая, то, может быть, там вообще железа нет. Потому что все-таки у препаратов железа хоть несколько процентов переносимость должно быть не очень хорошая. Вот, поэтому, конечно, препараты, содержащие фолиевую кислоту, я бы вообще их запретил на рынке, вот честно. Это мое бы такое решение было волевое, ну, не знаю. Ну, я согласна, ведь фолиевого дефицита мы практически не видим. И говорить, что всем беременным тоже нужна фолиевая кислота для закладки нервной трубки, ну, если это она совсем ничего не ест, и она истощена, или там алкоголическая семья, ну, только в этих случаях. Нет, это речь о странах Африки, где женщины не едят, голодают и так далее. Вот им нужна фолиевая кислота. Может быть, где-то в Средней Азии, в каких-то аулах. Ну, вот у нас тут киргизские присутствуют коллеги. Может быть, нет, нет, я не шучу, но может быть там где-то какие-то женщины, которые действительно плохо питаются. Там, наверное, фолиевая кислота может входить в дополнительный рацион. Хотя представить себе сегодня довольно трудно эту ситуацию. Но в России, ну, не знаю, действительно мы никогда не встречали дефицит фолиевой кислоты, кроме отдельных групп. Есть отдельные специфические группы, там это все есть. Но вот так вот в популяции, не знаю.